Черная пятница на PlayRock. Большая распродажа товаров со скидками до 90%. PlayRock.com это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. Монеты, буст и аккаунты. Вы найдете здесь все что нужно. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом и получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои аккаунты или услуги на сайте. Рейтинг 5.0, более 2 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock.com ваши покупки всегда в безопасности. PlayRock.com, ссылка в описании. Приветствую, вы на канале Реалии из Текпес. После знакомства с недюжиной патчей для PES 2021 на ПК и не только, пришло время обратить внимание на модификации от зарубежных патчмейкеров. И я уверен, что немало игроков в 21-ую часть ждали именно этот патч. Модификация VirtuaRed, которая выходит из года в год и в этом году порадовала нас своим релизом. И сегодня мы ознакомимся с контентом этого патча. Я поделюсь своим мнением касаемо него и вкратце расскажу про установку. Поэтому давайте не будем долго тянуть, устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Начнем, как и всегда, с описания и знакомства с контентом этого патча. Конечно же, эта модификация добавляет контент на сезон 23-24. И таким образом, в игре, которая вышла уже около 3-4 лет назад, обновлены составы на актуальный сезон. И сами чемпионаты располагают новыми командами. Для большинства игроков были добавлены и обновлены фейсы. Чемпионаты, которые успели изменить свое оформление, также претерпели изменения и в игре благодаря этому патчу. Обновился логотип премьер лиги, испанской ла лиги, ну и соответственно нашивки для этих чемпионатов тоже. В целом, в этом патче была проведена работа над нашивками в любых чемпионатах. Будь то местные чемпионаты, лиги, турниры лиги чемпионов, чемпионаты мира, чемпионаты Европы и так далее. Под каждый актуальный турнир, команда и сборная имеют свои реальные нашивки. Точно так же, как и оформление каждого из представленного турнира. Очевидно, игроки получили обновление рейтингов по итогам предыдущего сезона. И теперь рейтинги у футболистов более-менее справедливые и актуальные. Конечно же, патч добавляет актуальные комплекты форм. И стоит отметить, что они все отличного качества. Что касаемо нашей российской премьер лиги, то она была немножко обновлена. В частности, обновили состав участников, но 50 на 50. То есть присутствуют клубы наподобие Крыльев Советов и Нижнего Новгорода. Но в то же время присутствуют Химки, Уфа и так далее. Поэтому формы старые, составы плюс-минус. Поэтому, если вы хотите скачать этот патч ради РПЛ, то тут нужно подумать несколько раз. А так, большинство европейских лиг были обновлены. Ла Лига, Бундес Лига, Серия А, Серия Б, Бразильские чемпионаты. Но что касаемо чемпионшипа, вторых дивизионов, то они были обновлены чуть меньше, чем основные чемпионаты. Но тоже получили свой апдейт. Вишенка этого патча заключается в отдельном стадиум паке. И в этом году разработчики представили две версии. Полную версию пака стадионов, которая весит 295 гигабайт. И лайтовую версию, которая весит на 100 гигабайт меньше. А именно 184 гигабайта. Но я настоятельно рекомендую, если вы действительно заинтересовались этим патчем, докачать и стадионы для него. Потому что у этих разработчиков, и в частности у этого патча, скажем так, присутствуют эксклюзивные стадионы. Поэтому если и играть в Юрторе, то только с паком стадионов. Неважно с полным или же с лайт-версией. То же касаемо установки, дорогие друзья. В этот раз я прошу прощения, но мы обойдемся без демонстрационных кадров установки. Я просто зачитаю текстовую установку, которая также присутствует на сайте. И при желании вы также можете с ней ознакомиться. Ссылка на скачивание, а именно на официальный сайт разработчиков, будет в описании под этим роликом. Итак, для этого патча вам понадобится чистая версия PS 2021. Патч 2021, желательно лицензионная. Конкретно не уточняется, идет или не идет этот патч на пиратку. Но было неоднократно замечено, что именно на пиратской версии игры наблюдается некоторые баги. Поэтому, если вы играете на пиратке, то только на свой страх и риск. После того, как вы убедились, что у вас присутствует чистая версия PS 2021, качаем 22 архива с официального сайта патча. Каждый архив весит по 4 гигабайта. И в общей сложности у вас уйдет на это 122 гигабайта свободного места. А вспоминаем еще про стадионы, которые весят за 200 и 150 гигабайтов соответственно. После того, как вы скачали все 22 архива, распаковываем их и открываем экзешник с установщиком этого патча. Указываем вашу папку с PS 2021 и подтверждаем установку. На этом, в принципе, вы можете завершить установку. Но, опять же, советую вам докачать стадионы. Если же вы решили заняться стадионами, то мы продолжаем. Скачиваем также все архивы, связанные с паком стадионов. Либо полный пак, либо же облегченную версию. Тут уже решайте сами, исходя из вашего свободного места. В зависимости от версии, которую вы скачали, распаковываем определенное количество архивов. Будь то 15 или же 10. И перекидываем папку Stadium Server по следующему пути. PS 2021, папка Content и именно туда отправляем папку Stadium Server. Далее качаем следующую строчку Fix Plus Edit. Контент из папки eFootball.ps 2021 бросаем в аналогичную папку. То есть, в вашу папку с игрой. Также, которая должна называться eFootball.ps 2021. А файл Edit кидаем в вашу папку Мои Документы, где находится также папка PS 2021. Ну и на этом наша установка завершается. Запускаем игру через экзешник Sider и вуаля, все готово. Можете приступать к игре. Вкратце выскажусь касаемо этого патча. Если бы мне не нужна была RPL, меня не интересовала наша лига, то я бы, наверное, играл именно с этим патчем. Поскольку Dream патч банально еще не вышел. И, по-моему, начиная с прошлого года, он теперь распространяется наполовину на платной основе. Virtual Red продолжает распространяться на бесплатной основе. И в целом, работа над европейскими лигами была проведена отличная. Не сказать, что она была плохо проведена в наших патчах или также в наших патчах, но от других разработчиков, которые платные. Там, в принципе, работа над АПЛ, Ла Лигой и прочими подобными чемпионатами также проведена неплохо. Но все-таки именно в Virtual Red она проведена, мне кажется, намного и намного качественней. Ну и самое главное, стадионы. Стадионы у Virtual Red просто замечательные. Например, в прошлом году они одними из первых добавили обновленную модель Коу стадиона Сантьяго Барнабео, когда тот строился. И в этом году добавили новый стадион Барселоны, на котором каталонцы временно играют в свои матчи, пока Компноу реставрируется. И это только капля в море, как говорится. Все остальные стадионы выглядят ничуть не хуже. И, опять же, повторюсь, присутствуют некоторые эксклюзивные модельки. Поэтому настоятельно рекомендую. Ну а качать этот патч или же нет, решение остается за вами, дорогие друзья. Я обо всем вам рассказал и показал. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим роликом. Ну а у меня на этом все. Я всех, друзья, просмотр. Желаю вам приятной игры и удачной установки. Всем пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok